Если вот вам интересны гостишки, если вам интересно просто в Колумбуре, где остановиться, это где я оставался. За мой бюджет, ну, мало ли, может, вам тоже будет удобно. Значит, первый раз это был даунтаун, это прям возле Петернас Тауэр. Надо начинать сразу с вида из окна. Здесь у меня из достопримечательностей номера вот такое кресло. Дальше из достопримечательностей можно отодвинуть в сторону, и у нас открывается вид на ванну, ну, или на вашу жену или мужа. Телевизор. Телевизор закрывается вот этой штукой, поднимается вверх, и его не видно. Не знаю, для чего нужно было ставить такую байдень сюда, вот, когда можно было просто присобачить телек к стене, и было бы больше места. Здесь открывается тут у меня сюрприз-сюрприз и рабочее место. Рабочее место, кстати, прикольно, не маленькое, стол двигается, перемещается, и я уже тут работал, сидел. Удобно, это удобно. И маленькая загадка. Да, ребята, кто из вас знает, что такое обозначает вот этот знак со стрелочкой? Ну-ка, знатоки уважаемые, пишем в комментариях. Что у нас есть в остальном? В остальном у нас есть спортзал и бассейн. Как говорит нам booking.com. Я еще там не был. Был я на завтраке. Завтраком вопросов нет. Ну, вы знаете, хоть на booking этот отель обозначается как пятизвездочный, нифига не пятизвездочный, я вам скажу. Поехали вниз. Он большой, он вроде как бы по картинкам симпатичный, но вот такая штука-творка здесь. Чувствуется, что он давно уже построен. Слышите, как скрипит? Нам нужен один ковры, протертый запашок. Так себе, ребята. Прикол в том, что лобби на втором этаже здесь. То есть я зашел на первой, на первой зашел, а у меня ресепшн на второй нужно подняться. Очень прикольная лестница вот эта, а ресепшн вот туда нужно подняться. Здесь можно либо по лестнице, так прокрутиться, либо на лифте зайти и на второй этаж. Вот туда. Короче, сначала вообще не соображаешь, куда я зашел. Кажется, что какой-то такой фудкортик. Здесь несколько кафе по периметру. Вторая гостиница в Куалумбуре, где я остаюсь. Предыдущая гостиница, которая я оставался, она была в центре. Мне там было удобно относительно, потому что я смотрел, значит, университет там. Вот если интересно про вузы отдельно, на Smaps Education, заходите, там APU, университет, про него обзор. Я прилетел сюда еще раз, вчера я уже смотрел в школу. Это уже если школа вдруг интересна. Школа Ипсен. Про эту гостиницу. Во-первых, она новее, то есть та была не такая новая, та была такая уже как бы немножечко потрепанная, но она в центре. Там тоже был бассейн, но бассейн относительно небольшой. Здесь бассейн полноценный, 25 метров. Очень новая, значит, гостиница. Все новенькое, пахнет новизной. Значит, и относительно, как бы, ну, такое хорошее пространство. Стол здоровенный на два места. И, как я люблю, окна от потолка до пола. И никто не смотрит мне в окно. Да, то есть, видите, ну, то есть нет соседних зданий, ничего закрывающего. Ну, то есть, вот, в принципе, так. Здесь плюс того, что здесь до аэропорта 15 минут, плюс у гостишки каждый час ходят шаттлы бесплатные туда и в аэропорт. То есть, если там транзит или заскочить сюда, отдохнуть кому-то надо, то вообще очень, очень, в принципе, удобно. И из аэропорта ходит тоже шаттл из терминала первого и второго. Тоже каждый час. И когда букируешь здесь гостиницу, то они присылают эти данные. Две тут кровати было и здесь вот душевая тоже такая современная. Все достаточно прилично по местам. В общем, все, есть утюг, значит, хороший шкаф большой, немаленький. Фен тоже, это их фен валяется. Если кому-то надо подсушить, то есть сушилка. Кресло хорошее, удобное, кожаное. Сидите еще одно тоже кресло. Да, и здесь все дешево. То есть, вот я ездил в школу вчера минуту 20 минут. Да, отсюда, я, собственно говоря, поэтому тоже тут мне очень удобно. И рядом с аэропортом, и рядом со школой. То есть, до аэропорта 15 минут, до школы 20 минут. Бассейн, спортзал. То есть, может потренироваться, позаниматься немножко. И здесь, внизу, здесь сразу же куча, там, типа, кафушек-ресторанчиков. Здесь в Холи Дэйн тоже есть кафе и ресторан. Но мне, если честно, так вот, видите, третий этаж. Фанкшн Руц, Полонджи. Да, здесь, значит, есть свой ресторан. То есть, можно покушать. Но ничего не зашла. Здесь еда у них чересчур навороченная. Ну и дороже, естественно, чем на улице. На улице выходишь, тут куча всяких кафушек. Вот сразу, то удобно. Да, здесь, видите, залы. Короче, ну это, кто ивенты проводит. А я вам покажу сейчас большой бассейн, 25 метров. Нажимаем. Открываем. Хороший, широкий бассейн. То есть, реально можно хорошо прям поплавать, потому что, если особенно плаваете, потому что бывают бассейны, там, 15 метров, узенькие. Там кто-то залезет, все, уже не расплаваешься, толкаться будешь. А здесь прям такой широкий, широкий и полноценно 25 метров. И здесь еще есть маленький, детский даже. То есть, один, ну, один тоже, вот, честно говоря, он с той стороны чуть поглубже, но здесь у нас получается, вот, один метр глубина. А вот здесь 0,6, 60 сантиметров. А вот мелкие там сразу души. И вот, как я говорил, сразу всякие, значит, тут магазинчики, там улица магазин, здесь вот всякие, значит, кофе, Бургер Кинг есть. Райончик, ну, такой, это как такой пригород Куа-Лумпура. Низкие здания везде в основном. Вот, и там дальше, по-моему, идут вилочки какие-то, видите, пальмы, там лес. Нормально, абсолютно такой неплохой район. Ну, то есть, отель не, так сказать, прям на отшибе, да, то есть, кроме отеля ничего нет, нет. Здесь, как бы, можно выйти там даже пройти. Я, когда приехал, позавчера здесь какой-то маркет был, со всякими палатками они стояли. И вот гостишка, то есть, такая современная, очень аккуратная. Хорошие завтраки, то есть, есть все, все, что только нужно. Кофе есть хороший. Полотенчики вот так вот берете и заходите. И тут вот тренируется. Есть у нас беговые, получается, и степ, еще один беговой, еще один беговой. И там, получается, у нас гантельки, скамьи, вот здесь тренажерчики. Тут абсолютно спортзал такой, что можно относительно очень хорошо размяться. Вот, и самое главное, там, побегать, да, чуть-чуть. Когда на улице есть жара везде, по 30 градусов постоянно. Ну вот, поэтому на улице не всегда бегать в кайф, если честно, в тридцатку. А на беговой дорожке раз, сразу же пошел. Побегал в спортзале очень, очень удобно. Да, еще я покажу сейчас холл внизу, но я уже буду вещи забирать. Буду забирать вещи, буду вызывать себе такси. Все это делается, такси, кстати, делается через приложение Grab. Я купил местную сим-карту, ой, как же она называется, Hotlink, по-моему. Сразу в аэропорту. То есть в аэропорту это стоит здесь копейки. Вот в Малайзии в этом плане, это не как там в Сингапуре, в ближайшем. В Сингапуре это значительно дороже, такси дороже. А здесь такси копейки у меня в целом выходит там, блин, по 10 долларов, наверное. Поездки даже меньше. Да, купил сразу сим-карту, сразу все это делается в аэропорту. В аэропорту все делают, вставляют ее в телефон, чтобы ты был уверен, что все работает. И потом просто приложение Grab я скачал, бил туда номер и все, все работает. Но только единственное, нужно кэшем рассчитываться. То есть лучше снять деньги, какие-то, чтобы были наличные. Потому что они много где принимают кэшем, всякие там лавочки ихние, там, где-то кафушки. Их там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День-два очень даже нормально Да и почему именно здесь я остался Потому что я не сказал про центр То есть аэропорт находится где-то в 70 километрах От центра от даунтауна И ехать получается там пробки, не пробки Здесь нет таких больших пробок Я не встречал, по крайней мере, за временем, пока я здесь Приехать из аэропорта час В центр 70 километров И если не надо ехать в центр Если в городе ничего не надо Как бы транзитом То да, то есть в принципе можно остаться Я к терминалу второму приехал Ну как не лицевая сторона здесь Наверное, потому что он меня привез К райву, то есть где они приезжают Потому что он меня забрасывает И одновременно встречает новых пассажиров Вот, я не с лицевой части Заехал в аэропорт Хотя хотел снять лицевую часть Ну ничего Короче, мне нужно департчер Что-то на третьем На третьем Я сейчас на первом левеле Ну в любом случае Аккуратно Аэропорт очень классный такой Мне понравился Сразу же здесь куча всяких магазинов Аптека Чемоданы Еда всякая разная Пьер-Карден Очень много всего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому